Пошел второй год конфликта вокруг санатория Лермонтовский. Начался он 21 января 2015 года с распоряжения Кабина Украины передать недвижимое имущество санатория в сферу управления Министерству юстиции. Делался такой фортель с подачи Госком имущества Украины, посчитавшая принадлежность этой здравницы к закрытому акционерному обществу Укрпрофздравница, спорной. За четверть века, по сути, Украина разгромила весь свой курортно-оздоровительный комплекс. Приложили к этому руки и кошельки многие, причем не только столичные бюрократы. Я хорошо помню, как уничтожались одесские дома отдыха и санатории местной властью. Начинался этот процесс во времена Бадылана, а дальше, дальше остальные градоначальники активно раздавали земли, на которых рушились корпуса, где отдыхали в свое время сотни тысяч людей из разных уголков бывшей тогда большой страны. Между прочим, издание и лечебное оборудование строилось и приобреталось не за деньги из государственного бюджета, а за средства профсоюзов, складывающихся из наших взносов. Это уже после развала союза ушлые профсоюзные лидеры решили приватизировать непринадлежащие им активы, вступив в деловые отношения с местными чиновниками. Словом, там, где люди оздоровлялись, появились пустыри, а следом, как грибы на опушке после дождя, стали расти либо особняки, либо элитные многоэтажки. И плевать хотели застройщики на то, что в свое время в той же Одессе было принято решение о запрете строительства прибрежной зоны домов повышенной этажности. Между прочим, на основании совместного постановления Совета Министров СССР и ЦК КПСС, которое, насколько мне известно, было принято после обращения ученых, заявивших об опасности возведения многоэтажных зданий из-за возможного оползня грунтов и сейсмически опасной зоны, в которой расположена Одесса. Строили, строят и наверняка будут строить. Повторяю, весь санаторно-оздоровительный комплекс Одессы практически распродан. Предпоследним объектом, который отдали очередному застройщику, стал санаторий имени Чувырина. Теперь вот дошла очередь до Лермонтовки. Беда коллектива сопротивляющегося санатория – это его оппонент – Министерство Юстиции Украины. Скорость по созданию и регистрации государственного предприятия санаторий Лермонтовский впечатляет. Как говорят общенациональные СМИ, всего один день понадобилось на все процедуры. Один день. Если учесть, что Минюст может непосредственно влиять на суды, то все процессы, которые шли или будут идти, обречены на появление положительного решения в пользу этого самого госпредприятия. Знаете, что меня более всего поражает в этой ситуации? Молчание ягня, то бишь парламентарио-мажоритарщиков от Одессы и области. Иногда, надо признать, они на публике произносят свой осужданс. Но далее этой реакции не идут. Где эти все Чикиты, Киваловы, Голубовы, Матвейчуки? Они же клялись, не жалея живота своего защищать интересы одесситов. Почему до сих пор они публично на сессии Верховной Рады не потребовали подключиться к ситуации и Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины? Впрочем, может там есть личный интерес? Жизнь покажет.